Мы в Майами и к нам приехали нас навестить наши теннисные друзья. Мы провели с ними вместе, наверное, 10 интересных, захватывающих лет. У них сын был другом нашего Яна, хорошим дабл-партнером, и, конечно же, он был верным на тренировках. Ян с ним тренировался. Эти люди очень порядочные – Сананта и Мистер Ли. Джейсон – великолепный парень, один из лучших Яна друзей. Ян его и на свадьбу приглашал. Когда-то произошел случай очень странный. Один из родителей написал донос на Яна и на Джейсона. В доносе было сказано, что Ян и Джейсон не старались, когда играли за команду. Ян проиграл один из своих матчей одиночных. Этот доносчик объяснял в своем доносе, что Ян не старался выиграть. И нас вызвали всех на суд. Конечно, это был товарищеский суд, но это был суд в теннисном центре Австралии. Мы думали, что мы пойдем на этот суд, и мы докажем, что Ян всегда старался, что не в его характере проиграть. Сананта посоветовалась с юристами. Мы, конечно, бы до этого не додумались. Мы бы просто как кролики пошли бы на удава. Даже об этом бы не думали. Мы бы пошли доказывать, что мы ни в чем не виноваты. И Ян, и Джейсон, они не такие, как был донос написан на них. Но юрист нам объяснил, что не доказать это, не опровергнуть этого нельзя. Но выгнать из команды с треском и с позором они могут по этому доносу. А Сананта посоветовалась. И юрист сказал, что просто не надо ходить на этот суд. Если вы не придете на этот суд, то ничего не будет. А если вы придете на этот суд, то они вас засудят. И карьера и Яна, и Джейсона будет испорчена. Не только теннисная, но и студенческая, и карьера их будущего. Поэтому эти люди для нас очень дороги. Это верные друзья, вот правда. Друзья познаются в беде. Когда все хорошо, все всегда хорошо. И нам вместе весело. Но когда встречаемся, мы не можем наговориться. Мы не можем нарадоваться. И, конечно же, успех наших детей. И Джейсон успешный. И Ян успешный. Это нас объединяет. У нас друг к другу нет никакой зависти. Они тоже иммигранты. Папа у него из Китая. А мама из Бали. Сананта из Бали. Джейсон пригласил нас в ресторан. Он нас угощает. Он заказал мой любимый ресторан. Мы пришли в него. К сожалению, ни у Олега, ни у Яна не было в этот момент времени присутствовать на этом ужине. Но я с удовольствием пришла. И Джейсон меня катал на его новой машине. Он купил себе дорогущий Порш. Это был такой новенький, красивый Порш. И мы с ним сидели в машине. Я рассматривала эти все бегущие огоньки. Молодец, Джейсон. Да, я еще должна сказать, что я написала несколько книг в стол. Написала эти книги я о наших приключениях в теннисе. Сколько было там интересных приключений. Но написала я их пока в стол. А дальше я читаю стихи Анны Ахматовой. И показываю свои наряды. Это опять показ мод. Как невеста, получаю каждый вечер по письму. Поздно ночью отвечаю другу моему. Я гощу у смерти белой. По дороге в тьму. Зла, мой ласковый, не делай в мире никому. И стоит звезда большая между двух стволов. Так спокойно обещая исполнение снов. 1915 год. Анна Ахматова. Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом, Ни даже предчувствием тайным моим. Зачем же в ночи перед темным порогом Ты медлишь, как будто счастьем томим? Не выйду, не крикну. О, будь единым до смертного часа. Будь со мной. Я только голосом лебединым Говорю с неправедной луной. 1915 год. Земная слава, как дым. Не этого я просила. Любовникам всем моим Я счастье приносила. Один и сейчас живой, Свою подругу влюбленной. И бронзовым стал другой На площади оснеженной. 1914 год. 8 ноября 1913 года Солнце комнату наполнило Пылью желтой и сквозной. Я проснулась и припомнила Милый, нынче праздник твой Оттого я снеженная Даль за окнами тепла. Оттого и я, бессонная, Как причастница спала. Я слышу и волги Всегда печальный голос И лето пышного Приветствую ущерб. А к колосу Прижатый тесно колос С змеиным свистом Срезывает серп Из стройных жниц Короткие подолы Как флаги в праздник По ветру летят. Теперь бы звон Бубенчиков веселых Сквозь пыльные ресницы Долгий взгляд. Ни ласки жду я, Ни любовной лести В предчувствии Неотвратимой тьмы. Но приходи взглянуть на рай, Где вместе блаженны И невинны были мы. 1917 год Пусть голоса органа Снова грянут, Как первая весенняя гроза, Из-за плеча твоей невесты Глянут мои полузакрытые глаза. Прощай, прощай, Будь счастлив, Друг прекрасный, Верну тебе твой сладостный обед. Но берегись Твоей подруге страстной Поведать мой Неповторимый бред За тем, Что он принижен С жгучим ядом, Ваш благостный, Ваш радостный союз, А я иду владеть Чудесным садом, Где шелест трав И восклицание мус 1921 год Ни тайны и ни печали, Ни мудрой воли судьбы Эти встречи всегда Оставляли впечатление Борьбы. Я, с утра угадав минуту, Когда ты ко мне Войдешь, Ощущала в руках согнутых Слабо колющую дрожь И сухими пальцами мяла Пеструю скатерть стола, И я тогда уже понимала, Как эта земля мала. 1915 год Перелет из Майами, Флориды, В Мельбурн, В Австралию. Это долгая песня. Сначала нам нужно было Взять Убер, И мы ехали Из острова Балхабар В Майамский аэропорт. Там нам надо было Пройти таможню, Бла-бла-бла, Все эти дела, И сесть в самолет, Который летит в Л.А. В Лос-Анджелес. Из Лос-Анджелеса, У нас там было Два с половиной часа, ЛЭГ, Такой промежуток, Мы должны были Переместиться В самолет Квантаса, Который летел Из Л.А. В Лос-Анджелеса В Мельбурн, В Австралию. Да, Сидеть в самолете, Это почти где-то так, Получается, 24 часа. Это не так легко, Как кажется. В Лос-Анджелеса